Всем привет! Сегодня наконец-то будем заниматься чисткой моей коллекции косметики. Много что вышло из строя, я говорю о сроках годности, поэтому зачистка будет беспощадной. И давайте уже начнем. И вот, я уже выгрузила все с ящика, вот такое вот количество косметики у меня на данном этапе. Надеюсь, к концу этого видео ее будет вдвое меньше. Первым делом хочу обращаться с вот такой вот палеткой от NYX, это Wicked Dreams. Одна из моих первых палеток вообще в коллекции, по-моему, даже так. Вот такие вот у нее носибельные оттенки, уже все затертые, выглядят ужасно. На самом деле проблема в том, что у меня от нее развился конъюнктивит. И представьте, это как раз припало на мой день рождения. Здесь, конечно, вышел срок годности, и это понятно. И вполне объяснимо, что была такая реакция, поэтому придется с ней прощаться, к сожалению. Так, первое, что под рукопадается, это, конечно же, палетки теней. Например, вот это вот от Faberlic. О, вы посмотрите, внезапно тут повыпадали рефилы, если вам видно. Цвета мне очень, честно говоря, нравятся. Вот этот очень красивый в складку будет идти. Пару шиммеров есть, вот этот интересный. На самом деле редко ею пользуюсь. И по срокам годности она уже того. Поэтому не жалко, выбрасываем. Оставляю вот эту вот палетку. Это Glam Look от фирмы Luxe Visage. Белорусская косметика. Очень классные цвета, приятные текстуры. Это все матовые оттенки. Очень носибельные. Особенно вот этот вот лосось бы мега круто смотрится. Единственное, здесь не хватает черного. А так было бы прям must-have палетка. Всем рекомендую. Стоит копейки. И очень действительно качественные тени. Дальше палетка теней от Essence All About Nude. Очень прям была влюблена в нее. Потому что здесь мега космические хайлайтеры. Ну прям, я не знаю, как вам передаст это все камера. Ну они правда сейчас уже не очень прям супер выглядят. Скорее всего вышел срок годности. Да, так и есть. До 2019 года. Жалко с ней расставаться. Потому что ну она мне очень прям заходила одно время. Но приведется выбросить. Кисточки я сегодня перебирать не буду. Потому что это будет очень длинное видео. Единственное, их нужно будет помыть. Особенно после конъюнктивита. Тем более ко мне здесь пришел от фирмы Elf вот такой вот спрей для очистки кистей. И их шампунь. Будем тестировать. Все расскажу чуть попозже. Пожалуй, оставлю в своей коллекции две вот таких вот палетки. Это фирма Beauty Big Bang. Это китайская косметика. Очень классные оттенки. Одно время очень фанатела по вот таким вот цветам. А-ля заката. Красиво смотрится на глазах. Подчеркивают их цвет натуральный. Вот эти просто фантастические шиммеры два. Мягенькие. Классные. Посмотрите, а? Красота. Правда? И даже матовые передаются шикарно. С одного касания. Мы получаем оттенок. Красивая. Оставляю. Буду пользоваться. Придется попрощаться мне из одной из моих старушек. Очень больно с ней прощаться. Скажу сразу, потому что огромное количество воспоминаний с ней связано. Особенно, что касается отдыха. Постоянно любила ее с собой брать ее на море. Везде. Видите, оттенки все такие яркие, сочные. Вот действительно для отдыха. Вышел срок годности. И недавно я говорила во влоге, что скорее всего это подделка. Но я еще не уверена. Торжественно прощаюсь. Опять же, вот эти мои две любимки, к сожалению, сегодня вам показываю их в последний раз. И вот моя новиночка, к которой я еще не успела сделать обзор. Не знаю, или получится. Ну-ка, показывайся. Вот такие вот тени тоже с Китая. Посмотрите на оттенки. Очень классная пигментация. Посмотрите. Прям еле дотрагиваюсь. И ооо, боже мой. Хочу-хочу прям. Пусть остаются для моего весеннего настроения в будущем. Как раз очень даже подойдут. Фирма Millet Pepper называется. Оставляю у себя в коллекции вот такую вот палетку теней от Elf. Заказывала на iHerb. Все матовые оттенки. Есть с чем поиграться с растушевкой. Сделать и смоки айс, или какие-то коричневые смоки. Или вообще очень натуральный ежедневный макияж, чем я обычно и занимаюсь. Довольно пигментированно. Они прям супер цвет. Но на каждый день очень даже сойдет. Оставляю и вот такую вот палетку от Faberlic. Это коллаборация с Marie Way Amazing Eyes. Здесь практически все шиммеры, кроме вот этого темного оттенка. Но они очень качественные, очень кремовые, приятные. И как хайлайтер можно использовать. Ну вот, вам, наверное, не видно на камере. Вот этот оттенок, казалось бы, да, простой, ничего особенного. Но просто шикарно подчеркивает цвет глаз. Кстати, текстура очень похожа на китайские тени. Очень хорошо растушевывается. Поэтому оставлю. Придется попрощаться мне с вот такой вот палеткой от Essence Quadro. Здесь вот такие вот фиолетовые цвета. Все шиммеры. Очень ее любила. Одно время была влюблена вот этот вот цвет. Посмотрите. Вышел срок годности. И это ощущается, потому что они стали намного суше. Да, вышел срок годности. Мы их выбрасываем. Рука не поднимается. У меня выбросит вот такую вот палетку от BH Cosmetics. Это 60-е. Здесь вот такие вот мега яркие цвета. Я очень много раз вам ее показывала. Редко я ее пользуюсь. Но это тот вариант, когда вот чисто для души. И чисто сделать свочи в тишине одной. Посмотреть, потешиться. Как-то она прям со мной срослась. Хоть и не пользуюсь, но пусть у меня полежит. Немножко еще хорошо. Следом оставлю и вот такую вот палетку. Это фирма O2O. Китайская косметика. Тоже мне присылали ее на обзор. Здесь очень красивые такие вот персиковые теплые цвета. Шиммеры есть. Вот такие, знаете, как мягкие, которые продавливаются пальцем. Не самая моя любимая текстура. Но оставляю чисто ради матовых. Посмотрите на эти оттенки. Ну, вот такие вот цвета. Придется попрощаться мне еще с одной долгожительницей и старушкой. Это вот такая вот палетка с Алиэкспресс. Опять же, реплика. И посмотрите... О, две гривны. Посмотрите на ее вид. Это просто печаль-беда. Затертый один оттенок, которым я пользуюсь каждый день для прорисевки. Межместичного пространства. Вывода стрелки. Только я им одним пользуюсь, как видите. Но очень много есть у меня аналога вот такого просто черного цвета. Поэтому зачем она мне будет занимать столько места. Прощаемся с ней. Оставляю я вот эту вот палетку. Это аналог всем известной палетки с Алиэкспресс. Очень базовые цвета. На самом деле ничего прям особенного. Но они очень пигментированные. Особенно темные. Прям жесть. Единственная одушка. Просто отвратительная. Если закрыть нос, то можно пользоваться. Но опять же, может не стоит ее оставлять тогда, да? Если есть какие-то ноу. Оставлю я и вот такую вот трошечку теней. Это на самом деле тени для бровей. Ну, серьезно. Вот эти вот оттенки. Не совсем удачный вариант. Но просто для макияжа глаз. Особенно для прорисовки межресничной зоны. Эти вот цвета очень хорошо подойдут. Особенно вот такой вот черный. Это даже не черный, а графитовый. Тоже, по-моему, китайский, да. Но очень такой удачный подбор для базового макияжа. И с собой можно брать очень маленькая палетка. А вот еще одна палетка, которая у меня затерялась. Которую просто не поднимается. Рука выбросить. Это фирма BH Cosmetics Enhancing Eyes. Те, которые подбирались под цвет глаз. У меня для зеленых. Вы ее помните с прошлого разбора косметики. Не самые, скажем, насибельные цвета. Особенно вот эти вот шиммеры яркие. Ну, не могу выбросить. Вот не могу. И все. Поэтому пока что остается со мной. А выброшу я вместо нее сегодня вот таких вот два холайтера от Color Salon. Это китайская фирма. Одно время прям очень их любила. Особенно вот этот вот лиловый и золотой. Смотрите, они повысыхали все. Ничего себе, как меняется текстура со стечением времени. Поэтому не жалейте все выбрасывать. Там, где вышел срок годности, имей в виду. Поэтому прощаюсь с этими ребятами. Они мне очень хорошо прослужили. Дальше выброшу вот такую вот двушку теней от Essence. Одно время прям мои новогодние тени были. Это прям очень красивые шиммеры. Нереально. Посмотрите. Даже сейчас они выглядят очень прилично. Но, к сожалению, вышел срок годности. Поэтому, опять же, прощаемся. И еще одна двушка теней, которых тоже вышел срок годности. Это набор для контуринга верхнего века. Вот такие вот очень классные оттенки. Единственное, не сильно пигментированное. Прям темного практически не видно. Вот. Поэтому прощаюсь, к сожалению. Давайте быстренько пробежимся по тональным основам. Значит, все, что у меня осталось, это вот такие вот четыре. Первый сиси-крем, который у меня закончился. Это Luxe Visage. Очень его любила. Стоит стущие копейки. У меня номер 02 Natural. Красивый оттенок. Но подойдет для сухой кожи. Потому что здесь прям очень какие-то увлажняющие компоненты у него. Хорошо подстраивается под цвет кожи. Очень приличная стойкость для таких увлажняющих основ. Я имею в виду. И, опять же, очень копеечная цена. Если найдете, очень советую. У меня пустая банка идет в мусорник. Новинка от Faberlic одно время была. Опять же, когда в 7 раз там заказывала, это была новинка. Это их Neo Fluid. Neo Serum Foundation. Очень легкая тональная основа. Прям для тех, у кого практически идеальная кожа. Если нечего замазывать и более-менее все с кожей оп. Но для придания свежести сияния, очень рекомендую. Единственное, скорее всего, у меня уже вышел срок годности. Придется с ней попрощаться. Еще с одним сесси-кремом мы сегодня прощаемся. Это Lumine. Очень такая плотная основа, которая, мне кажется, замажет все. Если приноровиться и нанести несколько слоев на прыщик, даже, например. Отсветляет немножко кожу. SPF 20. Немножко подсушит ее. Выровняет тон. И даже если закрепить ее пудрой, будет держаться целый день. Очень стойкая, достойная. Но вышел срок годности, потому что сделана аж в семнадцатом году. Вот эту вот тональную основу, единственную, которую я у себя оставляю, это фирма Holika Holika. Как ни удивительно, это все-таки оригинал. Я заказывала ее на iHerb. Цвет очень, хотела сказать, темный, но на лице он его немножечко осветляет. Да, смотрите, какой оттенок темненький сам по себе. Но на коже он становится значительно светлее. Подойдет всем, у кого более-менее светлая кожа, без особых, скажем, проблем. Просто для того, чтобы выровнять цвет. Немножечко подчеркнет шелушинки. Но для меня прям увлажняющий компонент здесь отличный. Поэтому ее только у себя я оставляю для ежедневного макияжа. Что по бронзерам? У меня остались вот таких вот два. Это Evelyn Cosmetics. Очень красивый, видите, но темный. Если наносить совсем немножко, смотрится очень аккуратно и натурально. Поэтому оставляю. А выбрасываю вот такой вот образец от Essence. Но он мне прям приглянулся. Это Essence Sun Club. Тестер, видите, дотертый мне до дырки. Поэтому выбрасываю. Так, что у нас по румянам? Вот эти вот румяна китайские. Одно время прям очень любила. Сейчас для меня они как мел какой-то. Поэтому выбрасываю. Румяна от Elf. Это кремовая текстура. Вот такие вот. Смотрите, какой цвет розовый красивый. Единственное, он при нанесении снимает тон. Поэтому очень аккуратно. Оставлю, пусть будет. Я буду использовать для глаз, скорее всего. Может, когда-нибудь захочется мне побаловаться. Выбрасываю вот такие вот румяна от Rimmel. Здесь уже отличила крышка. И, честно говоря, они смотрятся очень стрёмно. Оттенок номер 120. Очень его люблю. Самый базовый. Рекомендую всем. Очень стойкие. Классные. С легким шиммером. Прям очень освежают. Рекомендую. Единственное, страшно их хранить даже у себя. Поэтому выбрасываю. По пудрам. Что у меня осталось? Это вот такой вот Rimmel Instant Matte. Это транспарентная пудра. Очень тоненького помола. На коже делает матовую вуаль. Очень хорошо фиксирует. Макияж оставляю. Прям ван лав. А это у нас пудра какая-то с Китая. Я заказывала из-за упаковки. Чисто. Очень мимимишная. Она очень увлажняющая. Но не стойкая. И цвет у нее слишком светлый. Видите? На вид такая прям как мел какой-то. Поэтому, скорее всего, выброшу. Кто помнит вот эти вот однушки теней от Color Salon? Я в прошлый раз их перебирала. И, опять же, у меня какое-то их огромное количество. Я выброшу все яркие оттенки. И оставлю парочку только темных. Потому что они пойдут для ресничной зоны. И все остальные, ну, скажем, не особо насибельные. Особенно зеленый где-то там у меня выпал. Типа, да. Оставлю всего лишь два вот таких вот темных. Туши для ресниц. У меня накопилось их какое-то огромное количество. Часть из них я сразу же выбрасываю. Это и в Роше, которая засохла. Это люкс визаж. Очень огромная, просто неудобная кисточка. Сейчас вам просто продемонстрирую. Я не знаю, для кого это. Это идет в мусорку. Вот это вот китайская тушь, которая снимается чехольчиками с ресниц. Тоже идет в мусорник, потому что засохла. Не самый удобный вариант, скажем, на каждый день. Потому что лучше это все стереть обычной мицелляркой. Оставляю вот таких вот две цветных туши от Faberlic. Это их линейка Raspberry. Очень классные оттенки. Ну, прям для того, чтобы поднять себе настроение. Вот чисто для этого. И, кстати, классная формула. Я брала такую черную. Очень, кстати, довольна. Поэтому оставляю. Также оставлю вот все вот такие вот миниатюрки. Это матовые помады с очень классными цветами. Когда-то мне прислали китайцы на обзор. И просто нет времени с ними поиграться. Вот я вам сделала пару свотчей. Посмотреть. Мне кажется, на весну будет очень даже норм. Поэтому оставляю все их. Тем более, места занимают мало. Такие вот крохи. Посмотрите, сколько всего сегодня идет на мусорник. Вот этот ящичек уже полный. И это только начало. На самом деле, очень жалко. Но оно все уже отслужило. Я этим всем пользовалась. И нужно освобождать место для новой косметики. И опять же, сроки годности. Иначе будете расплачиваться, как я, в своем здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok